всем здравствуйте и это мое очередное обзорное видео винтажные броши купленных но так приблизительно последнее время ну и кроме того и числа тех которые не были показаны ранее но куплены уже какое-то время назад и так я начну вот этого мальтийского креста довольно крупный мальтийский крест но впрочем он не крупнее того культового мальтийского креста от компании флоренса так вот такой с рубиновыми кристаллами довольно тяжелый так это его обратная сторона маркировки на нем нет не маркированный мальтийский крест это та самая брошь которую я скомбинировала отправку с брошью от джей прадху жанна дарк вот это у одного и того же продавца куплены я к ним абсолютно спокойно дышу но однако же и у меня уже имеется несколько мальтийских крестов и возможно как-нибудь покажу соберу их как-нибудь вместе может быть покажу а что мне собственно мешает сделать это сейчас давайте посмотрим на них это буквально на ходу я перестроила свои планы и решила сделать обзорное видео всех своих мальтийских крестов ну и почему бы нет и так этот крест я уже представила он мне понравился на фотографии там в интернете и и тем более была возможность совместить две покупки в одну отправку в одну посылку поэтому купился кстати если вы что-то знаете о его происхождении расскажите мне пожалуйста поделитесь со мной так теперь напомню что в одном из видео я уже показывала вот этот мальтийский крест это не брошь это подвеска здесь есть маркировка так лес бернард кажется это называется пекинское стекло это стекло следующие вот этот крест я покупала уже очень давно прошлом году я не помню примерно в это время наверное не помню вот такие синие кристаллы было на очень недорогой и я была еще в начале пути как бы училась разглядывать что-то ценное интересное его кристаллы показались мне интересными кроме того я очень люблю синие цветы все его оттенки и голубой цвет в сочетании с любым металлом мне всегда кажется очень 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 симпатичным брошка конечно без сомнения винтажная маркировки нет вот такой замочек дальше вот еще одна брошь очень красивая брошка я тоже отношу ее к мальтийским крестам есть четыре маленьких кристалла аврора бареалис и вот такие вот медовые кристаллы в общем состояние у них винтажное но вполне не очень замученные маркировки нет и вот такой замочек вот это вот обнимашка такая вот крутится которая цепляет иглу и держит ее там конечно же винтажная брошь я уже показывала вот эту брошь не так давно потому что она у меня была довольно долго в ремонте мальтийский крест от компании крамор по моему да компания крамор то есть была она сломана была трещина на двух лучах уже буквально болталась на волоске мне пришлось применить эпоксидную смолу и соответственно убрать все вот эти кружочки и восстановить покрытие то есть она претерпела реставрацию но все здесь родное далее так вот теперь теперь похвастаюсь брошь от флоренца мальтийский крест с кристаллами дыхание дракона и кристалла аврора париалис и тоже немного совсем тут буквально чуть-чуть обычных бесцветных кристаллов так сейчас найдем маркировку диана вот под мышкой флоренца красивая брошь это вот та самая брошь которая из сиэтла пропутешествовала в нью-йорк то есть это другое побережье то есть западного на восточное побережье и потом вернулась обратно я в часе от сиэтлая напоминаю живу дальше ну конечно же культовая брошь вот она тоже компания флоренца пришлось переклеить кристаллы потому что был виден клей вот пришлось все это поснимать почистить и переклеить заново маркировка ни разу не выгуливала она просто украшает радует мой глаз украшает здесь у меня рабочее место еще одна брошь от компании флоренца тоже мальтийский крест так маркировка эта брошь была более года назад куплена на аукционе и за 35 долларов получилось я видела такой же точно брошь за более чем 100 долларов она продавалась то есть вот это такой удачный случай здесь красивые кристаллы они как будто бы вручную сделаны очень старые кристаллы винтажные и мне очень нравятся такие броши и маленькая камея в центре еще один акцент так и совсем простая тоже мальтийский крест вот здесь у нас пластик где у меня металлический крючок где ты ага вот он итак это пластик возможно вот эти мелкие да сверкающие кристаллы а вот эти вставки пластик это было куплено вот не всегда я все помню но некоторые брошки запоминаю и даже цену и у кого было куплено цену не помню но куплено было у моего любимого продавца а у этого продавца как-то все очень очень недорого вот и поэтому мне понравился такой мягкий свет и цвет и форма и размер очень такой приемлемый но брошка не легкая нет так я ее переверну и покажу что здесь нет маркировки и так же она может быть подвеской на бусах например вспомнила все свои броши и теперь покажу броши с марказитами которые мне удалось найти итак скорее всего это современная брошка здесь у нас кристаллы и марказиты брошь серебряная помнится да вон там есть маркировка сейчас я покажу но я ее не вижу 925 и литера посмотрите на замок такой широкий он более 5 мм первый раз вижу такой толстенный замок и так а кроме того я впервые вижу что это за фантазии такие чтобы глаза улитки были вот на морде они у нее на усиках а не на морде ну автор что-то погорячился это какой-то мутант а не улитка но все равно я не сразу обратила внимание на глаза сейчас честно говоря очень раздражают эти глаза но ничего не поделаешь ну вот такая брошь у меня будет лежать в коллекции такой вот чья-то такая фантазия еще одну брошку с марказитами я уже не знаю какое длинное у меня видео или не очень длинное здесь опять же марказиты и серебро сейчас покажу вам маркировку на этой брошке очень странная маркировка смотрите здесь написано стерлин сила прямо два слова одно за другим ну и очевидно она позолочена потому что цвет явно золото здесь очень милая легкая веточка легкая брошка и выглядит легко и по весу она действительно очень очень такая легкая металла здесь немного а сейчас похвастаюсь вот посмотрите в этом видео эта брошь станет звездой потому что это подарок моей соседке я как-то в одном из видео рассказывала что у меня есть соседка женщина старенькая и она мне тоже показывала все свои все свои сокровища которые у нее накопились за ее жизнь бижутери у нее совсем немного вот и она вчера подарила мне вот эту этого ослика здесь правда есть клей видно немного желтый да вот кроме того здесь видимо был потерян глаз и вот это вот место для глазика скорее всего был какой-то цветной кристалл его заменили на обычный бесцветный видимо был потерян и поэтому приклеили то что было ну посмотрим я попробую его снять приклеить другой хотя пусть остается так маркировки на нем нет здесь просто такое технологическое это прием паяна вторая нога и поэтому такая уж вмятинка отверстие насквозь сквозное вот маркировки нет ни на игле ни на замочке вот такой замочек опять же такая вот обнимашка сверху и крутится и застегивает держит углом вот такой красивый в моей коллекции абсолютно точно нет ни одного ослика так что вот у меня первый ослик багетные кристаллы и кристаллы обычные бесцветные вот такой такой малыш но не такой уж малыш зачем крупнее то его не надо в самый раз ну что же вот ой на этом остановлюсь вы только посмотрите какой у меня уже очень солидный дисплей может получиться из мальтийских крестов итак это все что я решила показать в этом видео желаю вам всего доброго пока пока